МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рассказываем о направлениях, которые коснутся всех предупользователей и всех хозяйствующих субъектов. Выездной семинар-совещание в Десногорске. Самое большое достижение в моей работе – это, конечно же, любовь моих воспитанников, которые с удовольствием и с улыбкой идут в детский сад. Высокая награда воспитателю года. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Сегодня ночью жители России отпраздновали старинный праздник Иван-Купалу. Он является одним из самых популярных и мистических праздников славян. Это ночь единства с природой, необычных обрядов и традиций. Именно поэтому он интересен для современной молодежи. Воспитанники лагеря «Созвездие» Дома творчества Десногорска отпраздновали его по-своему. 6 июля педагоги Дома творчества провели для воспитанников лагеря «Созвездие» праздничное гуляние. В нашей стране, на Руси, я бы даже сказала, есть замечательные традиции, замечательные праздники, которые, к сожалению, были в определенный момент в нашей стране подзабыты. Детей познакомили с обычаями и традициями исконно русского праздника. Ребята водили хороводы, играли в игры «Ручеек и Розява», прыгали через костер, загадывая желание, завивали венки из цветов и искали загадочный цветок папоротника. Мне сегодня праздник очень понравился. Особенно мне понравилось прыгать через костер. Сегодня на празднике я узнала очень много старинных традиций, особенно, что цветет папоротник. Мне больше всего понравилась игра в ручеек. Во время мероприятия ребятам помогали их ангелы-хранители и наставники-вожатые. В наше время маленьким детям очень важно рассказывать о народных традициях, для того, чтобы они продолжались и жили. Благодаря таким мероприятиям традиции наших предков не будут забыты. А 9 июля в Смоленском теремке народное гуляние «Ночь на Ивану Купалу» состоится в 18.00. В мероприятии запланированы гадания, костры и ярмарка сувенирной продукции. Основной интригой праздника будет поиск цветка папоротника. Наша область получит 100 миллионов рублей на развитие малого и среднего предпринимательства. Правительство распределило субсидии регионам на поддержку бизнеса. Как сообщает агентство ТАСС, середины следующего года в Смоленской области, в городе Ельня, появится новая мотострелковая дивизия. Наряду с Таманской и Кантемировской она войдет в состав 1-й гвардейской танковой армии. Специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Смоленской области провели в Десногорске выездное совещание. О том, какие рассматривались вопросы, смотрите далее. На семинар совещания были приглашены руководители предприятий нашего города, градообразующего предприятия, председатели садовоческих товариществ и гаражных кооперативов. То есть, те лица, которые непосредственно связаны со сбором и утилизацией отходов. На семинаре большое внимание было уделено изменениям природоохранного законодательства Российской Федерации с 2014 по 2016 год, осуществлению государственного надзора и контроля управлением Росприроднадзора в области охраны окружающей среды и сопровождение контрольно-надзорной деятельности управлением. У десногорцев была возможность получить ответы на свои вопросы. Их интересовали изменения при подаче деклараций, возможные штрафы за несвоевременную подачу документов, в том числе и отчётных. Специалисты областного управления Росприроднадзора дали исчерпывающие ответы на все вопросы. На таких семинарах доводятся изменения в законодательстве, которые у нас сейчас очень часто стали меняться. И с целью оперативного реагирования на все эти изменения, доведение информации, считаю, очень необходимым. После семинара заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Екатерина Савгень провела приём граждан. 4 июля на заседании регионального совета по проблемам инвалидов и граждан пожилого возраста сообщили, что в Смоленском регионе уменьшилось количество детей-инвалидов. Одним из факторов снижения заболеваемости врачи считают профилактические прививки и неонатальный скрининг при ранних сроках беременности на пять наследственных заболеваний. В Смоленской областной администрации на совещании под председательством заместителя губернатора Ольги Оконевой обсудили выполнение целевых показателей в 2015 году. В основном они соответствуют установленным параметрам поэтапного повышения заработной платы бюджетных работников сферы образования, культуры, социального развития и здравоохранения. В этом году в этих сферах задержек по выплатам не было. Ежегодно преподаватели и воспитатели образовательных учреждений нашего города принимают участие в федеральных и региональных профессиональных конкурсах. О том, какую очередную высокую награду получил воспитатель детского сада «Дюймовочка» в нашем следующем сюжете. Воспитатель детского сада «Дюймовочка» Валентина Земского стала победителем во всероссийском конкурсе «Воспитатель года». Награда учреждена партией «Единая Россия» и Департаментом по образованию Государственной Думы. Дипломом отмечен проект по внедрению в воспитательную работу методической системы ТРИЦ. Эта метода позволяет взращивать нам новое поколение, в котором мы нуждаемся в 21 веке. Эта награда не первая у Валентины. В коллективе её считают активным новатором. Участие в конкурсе в любом масштабе позволяет делиться накопленным опытом и узнавать что-то новое и интересное. Коллектив детского сада «Дюймовочка» не стоит на месте в своём профессиональном развитии. Воспитатели постоянно ищут новые формы и методики в воспитательной работе. «Идеи всех мероприятий, как бы они идут от педагогов, от педагогов идут. То есть я только поддерживаю участие во всех, начинание наших педагогов. И очень рада, что такой коллектив существует». У коллектива детского сада много творческих идей, и все они достойны высоких наград. 8 июля в 18.00 все желающие жители и гости Десногорска могут побывать на празднике, посвящённом Дню Семьи, Любви и Верности. Вас ожидает интересная программа с концертом. Управление МВД по Смоленской области призывает жителей региона с активной гражданской позицией, неравнодушных к состоянию правопорядка в своих населённых пунктах, вступить в ряды народных дружин. В Десногорске с 1 июня по 20 августа проводится первый муниципальный этап областного интернет-фотоконкурса «Семьи. Счастливые моменты». Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте администрации. Или по телефону 722-42. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова А.Сёмкин Корректор А.Егорова